Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, власти Ленинского городского округа успели заключить все контракты с подрядными организациями и вовремя приступить к запланированному ремонту дорог в муниципалитете. Начали с Расторгуевской части города Видное. Сейчас технику и рабочих можно встретить на улице Тенькова и Петровском проезде. Там незначительные объемы ремонта и довольно сгруппированные логистические дороги недалеко друг от друга, поэтому там было удобнее начать и мы Расторгуевскую часть планируем закончить до середины июня, до 15 числа мы оттуда выйдем. Новая тротуарная дорожка появится вдоль Расторгуевского парка отдыха. Существующий там тротуар обновят, поменяют покрытие вместе с бордюрами и на противоположной стороне от парка. Таким образом тротуар заменят по всей улице Тенькова. Хорошо бы сделали, конечно, приятно, что будет. Ту же процедуру делают и на Петровском проезде. Здесь тоже обновят тротуар, а также заменят дорожное покрытие. Сейчас рабочие уже сняли часть асфальта. Петровский проезд в этих же планах стоит. Там достаточно сложная ситуация, потому что протяженность немаленькая и загруженность транспортными средствами довольно большая, поэтому приходится работать только ночью и с перекрытием одной из полос. Но мы темп набираем, такой уже настоящий, независящий от коронавируса и от прочих субъективных причин. Темп набираем и рассчитываем даже досрочно, до сроков, обозначенных в контрактах, ремонтная работа завершить. Помимо Расторгуева, еще на нескольких участках Ленинского городского округа пройдет масштабный ремонт дорог. Так, к сентябрю тротуар появится вдоль трассы от Белокаменного шоссе до деревни Дыдылдина. В этом году планируется сдача совершенно новых выездов из 6-го микрорайона и микрорайона Зеленые аллеи, а также реконструкция дороги Сопронова-Ермолина-Калиновка. Но прогнозы по ней давать сложно, так как она была передана в ведомство Московской области и ремонт будет производить компания «Мосавтодор» за средства регионального бюджета.